Всем привет! Вы смотрите блог про гигера и его чужа. Я этот блог делаю уже второй раз. До этого я пробовал его делать. Я очень много времени потерял, когда начал делать этот блог. Не было вдохновения, потом оно приходило, потом пропадало. Я решил, нужно все-таки сделать этот блог, потому что я уже давно хотел такой сделать блог про гигера, чтобы это было загадочно, немного любопытства и немного мрачного. Поэтому поехали! Если вы никогда не слышали, кто такой гигер или первый раз слышите, то в первую очередь это художник. И также он создал «Чужого». Кто смотрел фильм «Чужой» и никогда не был знаком с творчеством гигера, то в первую очередь заслуга, конечно, здесь гигера, потом уже самого режиссера и других людей. Я уже давно знаком с творчеством гигера, мне ужасно нравится его творчество. Оно своего рода загадочно, и при том, что когда ты смотришь все-таки «Чужой», у людей тогда на то время вызывало любопытство. Но про «Чужого» я чуть-чуть хочу позже поговорить. А теперь пойдемте дальше. Ганс Рудольф Гигер родился 5 февраля в 1940 году в городе Цюрих, Швейцария. Швейцарский художник знаменит своими мрачными сюжетами. С детства страдал от ночных кошмаров, и то, что ему приснится, он сразу переносил это на бумагу. Так он справлялся со своими кошмарами. После окончания школы он свои работы стал опубликовывать в разных журналах. Гигер считается радоначальником биомеханической живописи. На основе одного из его рисунков из цикла «Биомеханоида» был создан «Чужой». Пришелец из фильма «Ридли Скотта». Особенностью творчества Гигера он предпочитал темные тона и фантастические сюжеты. Его визитной карточкой стало антрофомные, изоморфные чувства с разными механическими формами. Большинство своих крупных работ Гигер создал с помощью орографа. Но в последние годы жизни отказался от такой техники. Известные произведения Гигера – «Некроном», «Ли», «Машина рождения», «Дюна», «Атомные дети», «Город Нью-Йорк». По мнению ценителей современной живописи, Гигера должен знать каждый, хоть кто хоть немного разбирается в изобразительном искусстве. И не дай бог вам назвать картины Гигера жутками, вас тут же поправят, упомянув о мрачном эстетике и припомнят Босха. Гигер прожил 74 года и успел отметиться в разных сферах искусства. Кроме этого, он создал дизайн помещений и даже ювелирных изделий, украшений в собственном неповторимом стиле. Он стал первым пока единственным швейцарцем, получив премию «Оскар». Мрачные творения художнику обеспечили мировую известность, но живопись всегда была для него в первую очередь способом справиться от ночных кошмаров. Пугая других, Гигер обеспечивал себе несколько спокойных ночей, лишенных привычных жутких снов. Гигер всю жизнь страдал от ночных кошмаров. Его друг-психолог Станислав Гроб считал, что причиной его смерти обстоятельства рождения художника и первые годы его жизни. Гигер родился 5 февраля в 1940 году, в самом начале Второй мировой войны. Конечно, военные ужасы войны и лишения будущего художника не коснулись ему. Почастливо он сродится в Швейцарии. Однако, сводки новостей и телевизионные сюжеты не настали мальчика равнодушным. Особенно сильно его впечатлило бомбардировки Хиросимы и Нагосяки. Еще одной его детской страстью была гелатина. Он не только часто рисовал эти устройства, но даже собрал собственную гелатину в натуральную величину. Правда без лезвия. Заказав плотнику все необходимые детали. Теперь можно поговорить про Чижова. Как вообще это было на самом деле, когда создавался фильм «Чужой». Сценарий Чижова был разработан Дэном О. Бен в 1972 году летом. Главная сложность заключалась в создании облика Чижова и подгонке от него всех событий в фильме. В ходе работ дизайнер предлагали множество концепций. Ни одна из них не была одобрена режиссером. Создаваемые художники монстрами никак не подходили для фильма Чижова, когда только начинался создавать фильм. Режиссер на все это смотрел и не одобривал. И не было никаких вариантов. И это была непростая на то время задача. Ридли Скотт прекрасно понимал, чтобы удивить публику в своем фильме, нужно было не просто создать инопланетянина, который всех бы напугал, как в типичной категории фильма «Б». А создать то, что многие просто уже давным-давно не создали в старых фильмах ужасов. Необходимо было создать новую атмосферу. То, что уже давным-давно не создавало в других фильмах ужасов про космос и что-то развить новое в жанре фантастика. Чтобы вся данная картина в фильме Чижое создавала вражденность и какую-то другую вселенную, о которой начнут люди с любопытством говорить на то время. Воплотив всю эту идею в жизнь была задача непростая. Но Ридли Скотт на то время искал какой-то просто выход, чтобы создать такой фильм. Поэтому для такого фильма нужен был настоящий гений своего времени. Именно тогда О'Бен вспомнил о человеке, который он познакомился во время съемок фильма «Дюны». Гиги создания этим швейцарским художником сервалистичные концептуальные рисунки для фильма «Дюны» запали в душу О'Бену на долгое время и оказали большое влияние на сценарий. Обсудив все гигеровские работы О'Бену с Ушеттом, они поняли, что знают, как себя будет вести себя инопланетное существо. Летом в 1972 году О'Бену сообщил Гигеру о съемках нового научно-фантастического фильма. Вскоре сценарист получил от Гигера его старый, но хороший рисунок. Некрономиком продемонстрировал рисунки режиссера. Когда Ридли Скотт пролистал издание, то несколько секунд не мог отвернуться от этих рисунков, на которые он смотрел, скорее всего, часами. Ему показалось, как будто в его уголу кто-то залез. Это то, что мне надо для фильма «Чужой». И все, что он увидел, короче, это хотел воплотить в фильме «Чужой». В 1978 году с Гигером был заключен контракт. В течение трех месяцев он создавал рисунки для фильма «Чужой» и отправил их в Великобританию, где по ним должны были создать во весь рост «Чужого». Однако, скульпторы не справлялись с своей задачей. И Гигеру лично пришлось ехать и доделать за них работу в течение восьми месяцев. И тогда Гигера лично пригласили в Англию, чтобы он лично занимался этой работой в подготовке к съемкам фильма. Поездка затянулась на пять месяцев. Ридли Скотт настоял, чтобы Гигер сам лично занимался стилистикой всего фильма. Работа велась в строгой секретности. Гигер проводил дни напролет в Шепардской студии, трудясь над дизайнером интерьера космического корабля, внутри которого были обнаружены яйца. Яйца «Чужих». Там же Гигер создал облик мертвого пилота в декорации пустынной планеты ЛВ-426. Где этот корабль был найден в фильме «Чужой». Гигер целых четыре месяца работал над костюмом «Чужой». После долгих месяцев работы Гигеру удалось создать перелюбопытнейшее существо. Несколько раз Гигеру приходилось переделать свою работу из-за некоторых сексуальных деталей, которые еще были в процессе всей работы над созданием образа «Чужого». Например, знаменитая банообразная голова в первом своем варианте выглядела еще более провокционно. Даже Ридли Скотт, который прохладно относился к жанру хора, был доволен результатом своей работы. Благодаря впечатляющему дизайну и грамотной режиссерской работе «Ксеноамо» в 1979 году даже сегодня смотрится устрашающе. В 1980 году Гигер и Рамбалзи получил за свою работу «Оскар», за лучшие спецэффекты и абсолютно заслуженно. Этот блок уже подходит к концу. У меня была еще кое-какая информация, чтобы дополнить этот блок про Гигера, про его творчество, но я решил не добавлять, так как видео уже превышает больше 10 минут. Читая биографию Гигера, я много чего узнал интересного. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы думаете про творчество Гигера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok